Салют! С вами я, Дмитрий Заграничный. Вы смотрите передачу «Цифровой код», в которой мы говорим о технологиях будущего. Сегодня мы обсудим кое-что новое и интересное. Смартфоны предлагают нам загрузить все данные в облако, а большие компании вроде Google или Яндексы воспользоваться своими экосистемами. Проще говоря, мы живем в эпоху Big Data. Но что это значит на самом деле? Big Data или большие данные – это структурированные или не структурированные массивы данных большого объема. Их обрабатывают при помощи специальных автоматизированных инструментов, чтобы использовать для статистики, анализа, прогнозов и принятия решений. Сам термин «большие данные» предложил редактор журнала Nature Клиффорд Линч в спецвыпуске 2008 года. К большим данным Линч отнес любые массивы неоднородных данных более 150 гигабайт в сутки, однако единого критерия до сих пор не существует. До 2011 года анализом больших данных занимались только в рамках научных и статистических исследований. Но к началу 2012 объемы данных выросли до огромных масштабов и возникла потребность в их систематизации и практическом применении. 2014 года на Big Data обратили внимание ведущие мировые вузы, где обучают прикладным инженерным и IT-специальностям. Затем к сбору и анализу подключились IT-корпорации, такие как Microsoft, IBM, Oracle, а затем и Google, Apple, Facebook и Amazon. Сегодня большие данные используют крупные компании во всех отраслях, а также государственные органы. Узнаем у настоящего специалиста, для чего же нужна Big Data. Сегодня у нас в гостях Сергей Сергеев, заместитель директора IT-компании. Главный вопрос, который мы задаемся, что же такое Big Data? Big Data, если говорить общими словами, то можно сказать, что это технология обработки аналитической информации для некого принятия решений. То есть то, что раньше называлось просто аналитикой, сегодня называется Big Data, потому что на самом деле это некий собирательный термин, который включает в себя целую группу технологий. Для чего же используют Big Data? Сфера применения Big Data — это очень масштабная аналитика. То есть аналитика в тех случаях, когда обрабатываются большие объемы данных или обрабатывается какая-то неструктурированная информация. Вообще основная цель обработки такого рода информации — это принятие решений и аналитическая обработка для того, чтобы узнать, почему произошли события или как будет развиваться ситуация в будущем. Тоже те люди, которые занимаются изучением такой технологии, как Big Data. Big Data сегодня изучается специалистами, которые в целом называются Data Scientist, то есть специалисты по работе с данными. Прежде всего здесь нужно знать математику и, собственно, владеть информационными технологиями, которые позволяют эту информацию обрабатывать. То есть на самом деле такой достаточно большой стек технологий нужно знать, чтобы обработать Big Data. Насколько значима эта технология и в каких областях она применяется? Big Data сегодня применяется в самых разных областях и количество сфер ее применения на самом деле только расширяются. И очень большие ожидания сегодня от этих технологий в таких вопросах, как, например, управление сложным оборудованием или принятие решений, когда нужно быстро принять решение или помочь коэффицированному специалисту такое решение принять на основании большого массива информации и вообще опыта, накопленного всем человечеством. Сергей Николаевич, какие угрозы несет в себе эта технология? Вы знаете, с Big Data связывают очень много угроз. И прежде всего здесь рассматривают угрозы вытеснения человека из тех сфер деятельности, где человек сегодня присутствует. То есть исчезновение многих профессий. Но я бы сказал, что одновременно с исчезновением появляются и новые профессии. И более интересные, чем это было раньше. То есть мы избавляемся от рутинной деятельности и начинаем заниматься более интеллектуальной и более творческой деятельностью. Большие данные необходимы, чтобы проанализировать все значимые факторы и принять правильное решение. С помощью Big Data строят модели симуляции, чтобы протестировать то или иное решение, идею, продукт. Главные источники — это все, что мы оставляем в интернете. Интернет вещей, соцсети и блоги. Данные компаний, показания приборов, статистика. Благодаря высокопроизводительным технологиям, компании могут использовать любые объемы больших данных для анализа. Все чаще большие данные применяют для задач в рамках расширенной аналитики, включая искусственный интеллект. Например, Амазон анализирует данные о продажах и валовой прибыли для различных продуктов, чтобы выяснить, почему они принесли меньше дохода, чем ожидалось. В каких отраслях уже используют Big Data? Государственное управление, промышленность, медицина, ритейл, интернет вещей, рынок недвижимости — спорт. Первыми Big Data еще пять лет назад начали использовать в IT. Именно в этих сферах скапливается большой объем данных о транзакциях, геолокации, поисковых запросах и профилях в сети. С 2018 года в Евросоюзе действует всеобщий регламент по защите данных. Он регулирует все, что касается сбора, хранения и использования данных онлайн-пользователей. Когда закон вступил в силу год назад, он считался самой жесткой в мире системой защиты конвенциальности людей в интернете. В России рынок больших данных только зарождается. К примеру, сотовые операторы делятся с банками информацией о потенциальных заемщиках. Среди корпораций, которые собирают и анализируют данные — Яндекс, Сбер, Мейлру. Большие данные помогают банкам предотвращать мошеннические операции со счетами клиентов на сумму более 3 миллиардов в год. Они позволяют рекламодателям эффективнее распределять бюджеты и размещать рекламу, которая нацелена на самых разных потребителей. Крупные компании с помощью больших данных прогнозируют потребительский спрос. 70% решений в бизнесе и госуправлении принимаются на основе геоданных. Зададимся вопросом, каковы проблемы и перспективы Big Data? Главная проблема — большие данные неоднородны, поэтому их сложно обрабатывать для статистических выводов. Для работы с большими массивами данных онлайн нужны огромные вычислительные мощности. Хранение и обработка Big Data связаны с повышенной уязвимостью для кибератак и всевозможных утечек. Сбор больших данных часто связан с проблемой приватности. Не все хотят, чтобы каждое их действие отслеживали и передавали третьим лицам. Большие данные используют в своих целях не только корпорации, но и политики, например, чтобы повлиять на выборы. Что же нас ждет дальше? Большие данные помогают решать глобальные проблемы. Например, бороться с пандемией, находить лекарства от рака и предотвращать экологический кризис. Big Data — это хороший инструмент для создания умных городов и решения проблемы транспорта. Большие данные помогают экономить средства даже на государственном уровне. В ближайшем будущем большие данные станут главным инструментом для принятия решений, начиная с сетевых бизнесов и заканчивая целыми государствами и международными организациями. И нам тоже придется окунуться в это будущее. Последние года все говорят о виртуальной реальности, интерес которой вырос за последние 2-3 года и продолжает расти. Появляется все больше различного оборудования и технологий. А главное — новых идей, для реализации которых нужны разработчики. Сегодня мы поговорим о свойствах, типах и областях применения VR. Это поможет лучше сориентироваться тем, кто хочет начать свой путь в развивающейся и актуальной сфере. Виртуальная реальность — это генерируемая с помощью компьютера трехмерная среда, с которой пользователь может взаимодействовать полностью или частично в нее погружаясь. Мы, как обычно, поговорим с экспертом об этой технологии будущего. Встречайте, Алексей Печкин — заведующий лабораторией виртуальной реальности научного центра международного уровня. Алексей Владиславович, как вы думаете, к чему же приведет популяризация технологий виртуальной и дополненной реальности? Я думаю, что повсеместное внедрение — это и виртуальная, и дополненная реальность. Оно будет в ближайшем будущем, как только устройства станут максимально удобными. К чему это приведет? Я думаю, если смотреть на то, что уже сейчас, это проекты в области медицины, это проекты в области туризма, это проекты, в том числе, допустим, промышленные работы. То есть, в принципе, виртуальная дополненная реальность, она настолько глубоко войдет в обыденность, что станет такой, ну, как телевидение, скажем так. Это одно из таких технологических обязательных пунктов, которые нас ждут в будущем. Из устройств популярных уже нам известны шлемы виртуальной реальности. Как вы думаете, что из технологий появится еще в будущем? Я думаю, что в ближайшем будущем нас ожидает подключение интерфейс-мой с компьютер. Это более глубокое погружение, это управление техникой через VR, это аватары, ну, может быть, все смотрели фильмы, там, те же самые «Матрицы» и прочее. Это, причем, я думаю, ближайшее в будущее вопрос. Плюс это экосистема. То есть, когда все взаимосвязано, все соединено, это облака и прочее, и все устройства находятся в неком, соединены друг с другом, скажем так, с единой базой данных. В каких сферах может понадобиться технология виртуальной и дополненной реальности? Мы работаем, к примеру, над туризмом. Это дополненная реальность в просмотре старинных объектов, объектов, которых уже нет. Промышленный туризм – это возможность походить, пощупать завод изнутри и посмотреть, как это все работает. Это медицина. В медицине огромное количество проектов, направлений. Промышленность вообще в индустрии 4.0 – это одно из обязательных пунктов. Сейчас, к примеру, мы работаем над цифровизацией одного из крупных заводов. Я не затрагиваю еще сфер развлечений, где это, собственно, одно из прямых направлений, например, кино 360. Как вы думаете, есть ли опасность в этой технологии виртуальной и дополненной реальности? Я не вижу особых опасностей. Единственное, что желательно не применять маленьким детям именно VR. В AR я особых проблем не вижу. Единственное, что немножечко отвлекает. Существует два типа погружения VR. Первое – это VR с эффектом полного погружения. Следующее – VR без погружения. В эту категорию попадают такие проекты, как археологические 3D-реконструкции древних поселений или модели зданий, которые архитекторы создают для демонстрации своей работы клиентов. Следующая интересная тема – это VR с совместной инфраструктурой. Сюда можно отнести виртуальные миры, вроде Second Life или Minecraft. VR на базе интернет-технологий. Существует также дополненная реальность. Да, к примеру, Pokemon Go, хотя многие про нее уже забыли. Переходим к тому, что уже мы можем использовать в нашей дне – шлемы и очки. Такие устройства состоят из двух небольших экранов, расположенных напротив каждого глаза, предотвращающих попадание внешнего света и стереонаушников. Экраны показывают слегка смещенные друг относительно друга стереоскопические изображения, обеспечивающие реалистичное 3D-восприятие. В шлемах также содержатся встроенные акселерометры и датчики положения. Второе – комнаты с виртуальной реальностью. Альтернатива для тех, кто не хочет испортить прическу. Изображение в данном случае транслируется не в шлем, а на стены помещения. Есть мнение, что VR-комнаты гораздо лучше VR-шлемов. Третье – информационные перчатки. Для удовлетворения инстинктивной потребности пользователя потрогать руками то, что он находит для себя интересным в процессе изучения среды, были созданы перчатки с сенсорами для захвата движения кистей и пальцев рук. Где же в наше время используется виртуальная реальность? Конечно же, в обучении. VR используется для моделирования среды тренировок в тех занятиях, в которых необходима предварительная подготовка. В науке VR позволяет улучшить и ускорить исследования молекулярного и атомного мира. Медицина. Кроме помощи в обучении хирургов, технология VR оказывается полезна и на самих операциях. Дизайн и архитектура. Вместо того, чтобы строить дорогостоящие модели машин, самолетов или зданий, можно создать виртуальную модель, но и самая любимая любого человека, в том числе и меня. Игры и развлечения. На данный момент это самая известная и самая широкая область использования VR. Сюда входят как и игры, так и кино, виртуальный туризм и посещение различных мероприятий. Виртуальная реальность пока что бездонная пропасть для исследования и улучшения алгоритмов работы. Сегодня технологии продвигаются очень быстро, поэтому можно с уверенностью сказать, что в ближайшем будущем рыночная стоимость комплекта будет по карману человека со средним достатком. До скорой встречи в следующем выпуске! Пользуйтесь виртуальной реальностью и не выпадайте из настоящей! Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова